ТАИНСТВЕННОСТЬ Таинственность вызывает разные чувства. Одних она привлекает, других раздражает. Но согласитесь, там, где простое встречается с безмерно сложным, что-то обязательно оказывается временно недоступным. Так взрослые в ответ на некоторые детские вопросы любят отвечать «вырастешь – узнаешь». Впрочем, церковные таинства – это не какие-то секреты, не информация для служебного пользования. Тайна здесь в том, как и для чего встречаются вещественное и незримое. Как бы человек не задирал нос, сколько бы симфоний не сочинил, каких бы гаджетов не придумал, он продолжает размножаться, болеть, уставать, голодать, умирать. Порежешь палец, или не выспишься, или замерзнешь, и начинаешь вести себя точно так же, как твоя собака – скулить, хандрить, искать помощи. И тут Бог-Отец, говорят нам сведущие люди, готов прийти на помощь. Но чтобы эту помощь принять, чтобы передать от него нам живительную силу, нужен какой-то носитель его энергии, его информации. Что может послужить такой флешкой, с записанной на ней программой исцеления, исправления и поддержки? И куда бы ее воткнуть? Мы ведь пытаемся лечить болезни тела лекарственными травами, согревать организм горчичниками, остужать горячий лоб холодным и мокрым полотенцем. А как быть с недугами души? Нельзя ли использовать вещество этого мира в качестве носителя Божьей программы? Можно. Повторяют нам жрецы, колдуны, шаманы, волшебники с их пузырьками, бальзамами и микстурами. Вся эта подозрительная аптека сопровождает человека на протяжении тысячелетий, с переменным успехом и без клинически подтвержденных результатов. Но, кроме того, что вся эта самодеятельность слишком часто подводит или обманывает, она еще постоянно рождает побочные эффекты. За чудо приходится платить непомерную цену. Дожил ли до старости Ахиллес, защищенный от смерти водами чудодейственного источника? Получил ли Фауст то, что хотел? И все прочие, кто позолотил ручку цыганки, съездил к целителю, посетил место силы. Где они теперь? Довольны ли? Счастливы ли? Вот бы заказать опрос социологам. Но что же в христианстве, спросите вы? Не те же шаманы и продавцы пузырьков? Ох, это по-больному. Сами-то продавцы пузырьков у нас, возможно, другие. А вот покупатели зачастую те же самые. Есть и в христианстве любители получать святыню в разлив, искатели бытовых чудес, несложных в употреблении. Но механизм христианских таинств принципиально отличается от магии. Он обязательно требует духовных усилий от того, кто приходит за помощью. Иначе любой дар пройдет насквозь, не принеся пользы. Чтобы наши человеческие руки удержали полученную энергию блага, нужно и нам самим хоть немного продвинуться в сторону божества. Таинств много, и они разные. Поисковик услужливо сообщает, что есть семь главных. Но есть и другие, которые в обиходе часто относят к таинствам, слегка нарушая строгую богословскую дисциплину. Одни совершаются над младенцами, другие над стариками и болящими. Для одних нужна вода, для других – освещенное масло. Но для ответа на наш вопрос, что такое таинство, важно понять, что у них общего. Можно ли вывести, так сказать, единое уравнение? Все таинства – это восполнение того, чего нам недостает. Мы доверчиво протягиваем Богу свою копилку, в которую героически собирали монетки духовных усилий, самоотверженности, добрых дел. Там немного, конечно, но он, как всякий отец, радуется, что мы хотя бы попробовали, хотя бы немного потрудились. И в ответ, навстречу нашим усилиям, открывает для нас свой щедрый кредит, дает нам крупицы своей неисчерпаемой мощи. Христиане называют ее благодатью. А получаем мы эту силу в той единственной форме, которая делает нас причастниками божества через освещенное и преображенное вещество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok